Мария Фёдоровна неделю назад выписалась из больницы с диагнозом «острый бронхит». И теперь, не выходя из собственной квартиры, пенсионерка боится простудиться вновь. В комнате холодно, руки околели, начинает включать свою батарею. К холоду в квартире вчера добавилась ещё одна проблема, сетует Мария Фёдоровна. По графику отключили горячую воду. Чтобы не замёрзнуть окончательно, пенсионерка вынуждена постоянно подогревать воду в кастрюле. Очень плохо, особенно нам. А посмотрите, какая холодильная. Это вообще. А больным людям что делать? Меня одно интересует, почему настолько не отключает этот раз? Почему в Свердловске, в миллионный город, не отключается вода никогда? В муниципальном предприятии «Трестеплофикация» в свою очередь рапортует. В этом году в «Магнитке» горячая вода впервые будет отключена не на три недели, а всего на две. Сейчас мы находимся на тепловой насосной станции номер 1 БИС, которая находится по адресу Шишка, 25. Сегодня здесь проводятся гидравлические испытания тепловых сетей на повышенное давление. Первыми без горячей воды остались жители Ленинского района. И здесь уже вовсю началась опрессовка. Проводятся они для того, чтобы выявить слабые места на наших сетях, устранить и в новый отопительный сезон прийти подготовленными, чтобы не было никаких сюрпризов в течение зимы. Сегодня это одна из крупных опрессовок в городе. Район, который попал под опрессовку, это от улицы Вокзальной до улицы Гагарина. Под повышенным давлением сеть находится в течение 10 минут. Если за это время происходят какие-то разрывы, это сразу видно. Давление падает и тут же начинается обход с целью обнаружения поврежденного участка. Сейчас был проведен первый этап гидравлических испытаний. Были подвержены гидравлическим испытаниям тепловые сети по улице Московской. У нас выявились повреждения. Давление было у нас тут 19 атмосфер. Сейчас будем искать, локализовать эти повреждения. Ну и готовим сейчас схему, собираем для следующего этапа опрессовки. Это будет улица Уральская, Первомайская. Следующими после Ленинского района без горячей воды останутся жители домов от улицы Столиваров до улицы Зелёный Лог. Опрессовка в этом районе пройдёт с 30 мая по 14 июня. Второй самый крупный район – это тепловая электростанция комбината, район от улицы Гагарина до улицы Столиваров. Отключение горячей воды с 20 июня по 4 июля. Левый берег, район Центральной котельной. Там отключение будет производиться с 4 по 18 июля.